Марата Фарахова и супругов Пономарёвых часто можно увидеть зимой на лыжах, а летом на велосипеде. Любовь к циклическим видам спорта вывела на триатлон, включающий в себя бег, плавание и велогонку. Не без успеха степногорцы пробуют силы и в дуатлоне. Прервав их ежедневную тренировку, за которую они наматывают от 30 до 50 километров, узнаём, что первый для них велостарт в программе соревнований по триатлону в этом году состоится 18 июня. У нас так получилось, что у нас целая команда, человек 10, которые активно каждый день тренируются. И мы вот подсели на триатлон, бегаем постоянно, вело катаем. И вот единственная проблема с бассейном, у нас нет возможности плавать у всех. 3 июня степногорцы приняли участие в первом карагандинском полумарафоне Армангажол. И если в Караганде, ввиду довольно широкого участия в нём профессиональных стайеров, им наград добиться не удалось, то недели раньше, 28 мая, в Астане забеги оказались более удачными. Крупнейший строительный холдинг Казахстана «Би-Групп» ежегодно устраивает международные соревнования под названием «Би-Марафон», в котором любой желающий может попробовать свои силы. В этом году таковых оказалось порядка 5 тысяч человек. Помимо классических 42 километров со 25 метров, в зависимости от физических кондиций и желания, спортсмены могут выбрать дистанцию полумарафона 10 или 5 километров. Надо было просто попробовать пробежать. Я попробовала, ну, хотела добежать просто. Было в планах просто продержаться 42 километра. Это как бы, ну, действительно много. И вот 4 часа бега с хвостиком. То есть, ну, нормально выдержала, еще и место заняла. Это, ну, действительно удивительно. Но это надо каждому попробовать. Что это такое, даже не объяснить. Марат Фарахов стал бронзовым призером «Би-Марафона», участвуя в забеге на 21 километр. Решил в сентябре поучаствовать в марафоне, который будет проводиться в Астане. Провержать полностью марафон. Проглашаю всех побегать. Приглашаем в марки, по тропинкам. Ну, и, скажем так, преодолеть себя. Поучаствовать. В последние годы в Степногорске наблюдается велосипедный бум. Нередким явлением стали велопробеги и соревнования. Такие же фанаты из Павлодара, Кокшетау, Астаны, Караганды, Тимиртау и других городов с нетерпением ждут конца августа, чтобы принять участие в Степногорском велокроссе. В общем, неважно, каким занятиям вы отдадите предпочтение. Просто последуйте совету. Живите интересно. Занимайтесь спортом.